В Ярославле после реставрации открылся Покровский храм Казанского женского монастыря. Произошло долгожданное событие в день, когда весь православный мир отметил праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В Ярославле еще одной действующей церковью стало больше. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы открылся возрожденный из небытия Покровский храм. Первую архиерейскую службу в нем провел митрополит Ярославский Ростовский Пантелеимон. Это первое богослужение за 90 лет, вовновь отреставрированным, вовновь поднятым из руин и освобожденный, очищенный от мерзости из запустения предыдущих лет. В этом святом месте вновь возносятся святые молитвы и на радость духовную верующим. Этого события верующие Ярославля ждали не одно десятилетие. В 30-е годы Покровский храм был переоборудован под библиотеку, а в 1948-м под планетарий. В мае 2011-го церковь была возвращена Казанскому женскому монастырю. Специалисты отметили колоссальный износ здания. Нам предстало печальное зрелище. В центре храма такой сооруженный пленными немцами бункер для планетария со своим сводом. В крыше в одном углу вообще не было кровли. Вода попадала туда в течение долгого времени, и стены настолько сырые, что они отторгают штукатурку. Осушить их до конца не удалось. Этот угол, он так и зияет обрушившейся штукатуркой. Восстановления начали с реставрации естественной вентиляции помещений. Путь к первозданному облику лежал через множество переделок. Объем работ был огромен. Но это были радостные хлопоты, говорит игумен Екатерина. Общими усилиями верующих было сделано новое отопление, произведен монтаж электропроводки, поставлены новые окна и двери, новая плитка на полу. Особых трудов стоило возрождение пришедших в негодность от времени фресок, стен и купола храма. Восстановить этот дивный храм действительно представляло очень больших трудов. И даже не верилось, что это когда-нибудь случится. И мы очень этому рады. Для всех открытых храмов, все могут прийти под покров Пресвятой Богородицы. Восстанавливали храм на деньги благотворителей. Пять икон, написанных в XVIII веке, тоже дар. Они украсили иконостас. Величественный ансамбль Казанского монастыря наконец-то обрел завершение. Субтитры создавал DimaTorzok